всем привет вяжем сегодня с вами такого верблюда я связала из двух пряжей разных у меня просто не было именно вот это вот такой пряжи чтобы было цветом более подходящим для верблюда поэтому получился мне один такой один такой почему я не вязала таким цветом это я как бы образец у меня верблюда пряжа пряжа присутствует 6 поэтому она тянется и верблюд неустойчивый он очень мягкий вот и неудобно вязать такой пряжей в этой пряжи нет шерсти поэтому он более такой собранный и плотный значит что хочу сказать писала я эту схему исходя из фотографий животного верблюда пыталась сделать его более похожим ноги у него такие вот два пальца у него всего лишь мордочку старалась как бы сымитировать в общем не знаю получилось как бы на ваш взгляд у меня это или нет если вам нравится этот верблюд то держите его в общем все что нужно для него я оставлю в описании под этим видео если вы захотите связать маленького верблюда то берите пряжу потоньше и крючок поменьше если хотите сделать верблюда больше соответственно берете пряжу потолще и крючок побольше но здесь мы смотрите схема будет у вас одна и та же единственная будет разница в глазах глаза придется подбирать под вашу пряжу если тонкая пряжа соответственно верблюд будет меньше и глаз глаза придется брать тоже поменьше и веки тоже придется также вязать под эти глаза а все остальное будет по схеме ну вот в принципе можно начинать вязать сегодня свяжем с вами ноги и так вяжем пальчики пальчиков у нас должно быть 8 на каждой ноге по два пальца и так в кольцо мы набираем четыре столбика дальше второй ряд мы провяжем 4 прибавки подряд сразу фиксируем кончик наш и теперь у нас получилось восемь столбиков теперь с 3 по 6 ряд мы провяжем без изменений 8 столбиков ну вот в принципе и все делаем соединительный столбик в следующий столбик и еще один и отрезаем ниточку коротко вот такой вот пальчик вяжем так их восемь штук теперь вяжем ноги пальцы на связаны теперь набираем цепочку из 4 воздушных петель во вторую петлю от крючка вяжем 2 столбика дальше по цепочке один столбик в последнюю петлю вяжем три столбика с противоположной стороны цепочки вяжем один столбик и еще один в последнюю петлю вот в первом это у нас будет такой первый ряд должно быть 8 столбиков второй ряд вяжем 2 прибавки подряд чтобы не потерять петлю вернее чтобы не потерять первый столбик а читайте от крючка 8 столбиков чтобы найти первый столбик если вдруг немножечко потеряли ему и так две прибавки подряд дальше 1 столбик затем 3 прибавки подряд дальше 1 столбик и в последний столбик прибавка во втором ряду у нас получилось 14 столбиков третий ряд столбики прибавка повторяем два раза дальше один столбик затем столбики прибавка повторяем три раза дальше один столбик и столбики прибавка значит среди меду у нас 20 столбиков четвертый ряд два столбика и прибавка повторим два раза далее по рисунку два столбика у нас затем вот простите один столбик один столбик дальше два столбика и прибавка повторим три раза дальше один столбик по рисунку и два столбика и прибавка эта комбинация для начала два столбики прибавка в конце значит четвертом ряду у нас получилось 26 столбиков на данный момент нам не нужно нитка маркер из нитки не нужен сейчас мы будем привязывать пальцы но для начала мы вяжем 11 столбиков 11 воздушная петля поворот теперь мы вяжем 15 столбиков провязали воздушная петля подъем поворот вяжем 15 столбиков и так это мы с вами делали для того чтобы вот так как у нас вот видите овал что вот эта часть задняя была посередине овала поэтому мы провязали именно так теперь берем два пальчика сейчас мы их будем связывать значит как мы это делаем мы находим тут вот либо но скорее всего здесь вводим крючок вот посмотрите внимательно значит вот у нас один ряд вот второй вот во второй ряд мы вводим крючок велье берем пальчик также беремся я стараюсь вот эту соединительную часть она у меня будет внутри чтобы не вязать по ней что не мешало поэтому беру ее так чтобы она оказалась внутри ноги и рядом следующий столбик ввожу крючок вела и вместе провязываю вот вела рабочими и провязала столбик дальше по пальцу внимательно посмотрите найдите следующий столбик по пальцу вяжем 4 столбика 2 3 4 берем второй пальчик точно так же вот на соединительный столбик следующий полно нормальность полноценный столбик без соединения вводим крючок захватываем рабочую нить и провязываем столбик то есть сразу же вяжем следующий столбик соединить таким образом пальцы вместе это у нас первый столбик дальше 2 точно даже 4 провязываем по пальцу 3 и 4 дальше берем аккуратно правильно только возьмите чтобы у вас вот эти вот пальчики привязались вот они и они ложатся вот так то есть вот она наша пяточка да вот мы привязали два пальца это у нас изнаночная сторона вот они ложатся в изнаночную сторону вовнутрь вот и для начала вводим крючок следующий столбик на пальчики и вот находим такой же ряд вот здесь сбоку также вводим крючок и провязываем вместе с пальцем эту часть вот таким образом мы привязали пальцы с этого момента у нас начало ряда можно уже приложить ниточку теперь будем отсюда пока отсчитывать первый ряд будем считать что это у нас первый ряд после того как привязали пальцы и так вернее мы привязали пальцы это буду на второй ряд второй ряд вяжется так один столбик и убавка повторим пять раз провязали дальше сделаем один столбик теперь вяжем 9 соединительных столбиков соединительные столбики не стягивайте нам надо в них будет провязывать вяжем свободные 9 соединительных столбиков 9 будет так немножко не заметил ну вы его обязательно найдите вот провязали значит у нас должно остаться 20 столбиков в этом втором ряду третий ряд вяжем прибавка два столбика повторим шесть раз прибавка два столбика повторяем шесть раз дальше сделаем прибавку и один столбик у нас остается в конце прибавка и один столбик в третьем ряду 27 столбиков четвертый ряд провяжем без изменений 27 столбиков и так смотрите на этом этапе мы можем с вами пришить сделать нашу ножку вначале как она должна быть значит вы можете взять нитку швейную в цвет вашей пряжи до либо взять этот эту же пряжу которой и вяжите я сейчас вам продемонстрирую значит как выглядит нога готовом виде да вот у нас пальчик в два пальчика и вот как она выглядит когда мы ее пришили значит что мы делаем снара заранее подготовки пластиковую подложку которая будет у нас тут вставляться вовнутрь перед тем как пришивать будем вот измерьте отрежьте ее в размер ну чтобы немножечко было меньше чтобы нам удобно было пришить вот подготовки для начала наполните пальчики потому что потом их будет неудобно наполнять наполнили присоединили ниточку теперь мы прикладываем их вместе не забудьте положить пластиковую под эту стелечку подложку вот и приложите пальчики так они должны быть здесь вместе а тут немножко выпирать выставку выглядывать в общем из-за нижней части ноги вот этой вот выглядывать они должны вот у нас значит кольцо 6 столбиков да вот один ряд вот второй и вот торчать они должны вот так вот два ряда а все остальное по здесь мы уже пришиваем вот значит приложили вместе держу и начинаем так и присоединяйтесь вот это вот начало ноги у нас будет немножечко такое вот сложненько а дальше все будет нормально и просто вязаться чтобы с имитировать похожую ногу мне пришлось именно таким образом придумывать и много придумывала но это для меня оказался самый похожий вариант значит пришиваем захватываем сначала вот тут у нас где в самом начале мы уголочек сшиваем если вы возьмете ниточку швейную тоненькую ею проще будет не так заметно будет если вдруг у вас не получается этой же пряжи вязать вы просите пришивать то вы можете взять швейную нитку так значит будем браться за столбики тут и здесь за стеночки каждый столбик пришивайте чтобы держалась ровненько все выглядело аккуратно в общем таким образом пришиваем тут беремся на пальчики вот так вот за столбик ножку столбик или как там как иголочка берется так и берите главное чтобы здесь она у вас не ушла назад палец чтобы не ушел он должен здесь торчать и два ряда должны быть видны вот здесь дальше вот так берем за ножки столбика второго ряда чтобы лишнее не захватить вам так будет проще понятней между вторым и третьим рядом на пальчики беремся вот когда вы можно сказать уже нижнюю часть пальца привязать решили беремся за второй палец вот вот первый ряд 2 сразу хватаемся между вторым и третьим и сюда за столбик дальше уже она пойдет вот тоже смотрите внимательно чтобы лишнего не сделать дальше у вас уже по кругу идет сюда и уже как ложится так и пришиваем дальше сбоку здесь немножко тоже схватим потому что тут у нас есть узор такой вот и теперь выводим теперь нам надо сшить вот эту часть выводим не иголочку сюда серединку и вот два пальца вместе беремся вдоль иголочкой тут схватили за ножку потом на этом пальце схватили стянули немного дальше опять тут схватили за ножку таким образом и тут уж его не шли ниточки параллельно чтобы там и там у нас стянулась вот тут схватили и на этом пальце тоже вот все здесь мы решили теперь беремся за серединку стягиваем тут вот такое вот начало ноги получается здесь значит мы фиксируем ниточку и убираем ее вовнутрь убираем ее вовнутрь там пусть она будет натягиваем тут хорошо вот и все теперь вяжем дальше берем теперь маркер я выбирала шло мне не мешал и так пятый ряд 5 ряд у нас будет 13 убавок подряд за передней стеночки петли провязали 13 убавок подряд и у нас конца остался один столбик который провязываем и вот до вот этого момента у нас вяжутся одинаково и передние и задние ноги вот поэтому когда мы будем вязать с вами заднюю ногу я вот эту часть пропущу поэтому вы запомните либо перепишите чтобы не возвращаться схемку для себя вот этой части ноги вот теперь 6 по 12 ряд мы провяжем без изменений 14 столбиков которые у нас получились пятом ряду 6 по 12 ряд наполняйте ножку вот эту часть под пальчики не это не запихивайте синтепон пальцы должны лежать именно на пластике которую мы вставили с вами вот не надо их чтобы они выпирали поэтому наполняйте чисто вот эту часть ноги и делайте акцент на вот эту вот которая у нас чуть больше сделайте акцент туда вбейте синтепон чтобы выделить эту часть и так дальше 13 ряд значит вяжем прибавка 4 столбика повторим два раза по ходу вязания потихонечку дальше наполняйте ногу так прибавка 4 столбика повторяем два раза провязали дальше делаем прибавку и 3 столбика оставшийся довязываем до конца ряда в тринадцатом ряда у нас 17 столбиков 14 ряд вяжем три столбика и прибавка повторяем 4 раза и один столбик у нас остался в конце провязываем в четырнадцатом ряду 21 столбик теперь пятнадцатый шестнадцатый ряд вяжем без изменений 17 ряд 5 столбиков и убавка повторяем три раза убавки за передней стеночки петли в семнадцатом ряду у нас осталось восемнадцать столбиков теперь с 18 по 23 ряд вяжем без изменений 18 столбиков это будет у нас 6 рядов 24 ряд 5 столбиков и прибавка повторяем три раза в двадцать четвертом ряду у нас 21 столбик 25 ряд 6 столбиков и прибавка повторяем три раза в двадцать пятом ряду у нас 24 столбика 26 ряд вяжем без изменений 24 столбика наполняя ножку не забывайте выделять те части которые у нас более выпуклые так дальше двадцать седьмой ряд 7 столбиков и прибавка повторяем три раза и в ряду у нас 27 столбиков следующие три ряда 28 29 и 30 мы вяжем без изменений 27 столбиков тридцать первый ряд 8 столбиков и прибавка повторяем три раза и в ряду будет 30 столбиков следующие три ряда 32 33 34 вяжем без изменений 30 столбиков 35 ряд 8 столбиков и убавка повторим три раза и в ряду останется 27 столбиков дальше следующие три ряда 36 37 38 вяжем без изменений 27 столбиков следующий ряд 39 7 столбиков и убавка повторяем три раза и в ряду останется 24 столбика и так мы провяжем с вами теперь каждый ряд с убавками значит 7 столбиков и убавка затем 6 столбиков и убавка повторим три раза затем 5 и убавка три раза четыре и три значит доходим до сорок третьего ряда где у нас три столбика и убавка повторив три раза в ряду остается 12 столбиков наполняем не сильно плотно но желательно чтобы не совсем мягко было синтепоном по ходу вязания верхнюю часть ноги и так провязали до 43 ряд последний у нас с убавками и осталось у нас 12 столбиков значит каждый ряд с убавками мы повторили по три раза повторяли теперь значит когда вы наполняете ножку старайтесь делать верхнюю часть нику здесь мы все округляли а вот эту верхнюю часть наполняйте вот плоско чтобы именно плоскость была именно в таком положении наполняйте и вот так вот можете сдавливать вот лишнее не ложите чтобы не стала круглой эта часть теперь отрезайте нитку побольше потому что будем пришивать по краям вот эти части вот так будем пришивать поэтому отрезайте побольше и будем стягивать оставшиеся 12 столбиков отрезали вытягиваем ниточку не делаем и соединительный столбик а просто вытягиваем нить берем иголочку и сразу стягиваем беремся за полупетли за 12 полупетель считайте и вот таким вот образом продели за полупетель и и натягиваем почему оставили мин 12 чтобы у нас тут не торчало а именно стала таким более плоским эта часть вот стянули вводим иголочку где-нибудь сбоку натягиваем так чтобы здесь конечно все было ровненько поправляем не стягивалась и за какую-нибудь ниточку столбики беремся и фиксируем просто чтобы не разошелся круг вот а дальше мы выведем пока где-нибудь дальше мы иголочку с ниточкой выведем там где нам нужно это нитка вот туда мы ее потом в дальнейшем выведем это не провязали переднюю ногу связали теперь вяжем заднюю ногу как я говорила я провяжу сейчас заднюю ногу до 5 ряда как мы вязали с вами переднюю ногу поэтому вяжем до 5 ряда и встречаемся с вами там и так мы с вами провязали заднюю ногу точно также идентично как вязали переднюю до 5 ряда сшили наполнили как надо теперь с 6 по 14 ряд нам надо провязать без изменений 14 ступиков которые получились в пятом ряду это будет у нас 9 рядов вяжем без изменений 9 рядов дальше 15 ряд вяжем 5 столбиков 2 прибавки подряд смотрите давайте на этом моменте проговорим один нюанс даю я вам такой совет наполняете ножку во первых перед тем как вязать дальше перед тем как у нас начнутся прибавки значит смотрите так как мы с вами вяжем все по-разному у всех плотность вязания разная состав нитки может быть разный вот соответственно крючок хотя казалось бы мы будем вязать с вами одним номером но все крючки к сожалению толщина у них у всех разное и все это сказывается на вязании поэтому бывает так что вы вяжете вроде бы по моим схемам потому как я вижу и может немножко что-то где-то не совпадать поэтому в таких моментах как сейчас я вам советую предлагаю делать так вот данный момент нам надо сделать две прибавки которые должны попасть парну посередине сзади по моей схеме которую я написала надо провязать 5 столбиков и сделать две прибавки подряд вот я их делаю и у меня они попадают посередине если вдруг у вас проделав эти две прибавки ну соответственно обязательно сначала наполните потому что перед наполнением вид ну по-другому будет выглядеть и немножечко у вас будет опять же не совпадать вот наполнили ножку вот и сделали две прибавки если они у вас не попали посередине а где-то в стороне либо вот сюда ушли в бок либо сюда в зависимости от того какое у вас вязание получилось то я вам советую добавить один столбик либо не довязать один столбик главное чтобы у вас две прибавки попали посередине вот дальше вяжем вяжем до опять до середины переда теперь и смотрите сколько вам надо было до для этого провязать вот мне нужно для этого значит где мои две прибавки значит раз два три 4 и 5 я вяжу 5 столбиков и делаю 2 прибавки 5 столбик и вяжу 2 прибавки подряд они у меня попадают посередине передней части ноги и вы опять же смотрите если вдруг у вас надо раньше сделать прибавки чем 5 там 4 провязать а потом сделать прибавки либо не довязать но главная задача наша состоит в том чтобы вот именно эта нога у нас будет вязаться так что когда мы будем делать прибавки спереди и сзади посередине они у вас обязательно должны быть посередине вот смотрите внимательно и обращайте на это внимание и еще сейчас на этом остановлюсь несколько секунд если случится так что у вас ряд например да вот ниточка которая идет у нас показывает ряд она у вас будет косить так что у вас начало ряда будет где-то здесь либо посередине и ваши прибавки придется разделить то вы в начале сделайте прибавку потом провяжите определенное количество потом в делайте прибавки сзади 2 провязав дальше и сделайте вторую прибавку если вдруг у вас получится так что середина ляжет что вот это вот ниточка ляжется посередине и у вас два столбика будут один в начале ряда другой в конце поэтому сделайте так чтобы у вас прибавки были рядом посередине и здесь неважно где она будет в начале этого ряда либо в конце либо придется вам немножко поменять схему здесь задача наша состоит в том чтобы ряды с прибавками у нас попадались именно вязались именно так чтобы прибавки были по середине следующий ряд у нас какой значит был 15 теперь 16 ряд вяжем 15 столбиков в моем случае по моей схеме по моим ниткам значит я вижу 15 столбиков провязала 15 столбиков и вышла к середине переда теперь мне надо провязать две прибавки подряд я вижу две прибавки подряд и один столбик конце ряда провязываю вот и получается так что у меня значит прибавки попались над прибавками в данный момент пока у меня все идет как надо до прибавки над прибавками на втором столбике у меня первая прибавка и вторая прибавка на втором столбике 2 прибавки первом столбике 2 прибавки вот значит у меня пока все идет так как надо дальше конечно у меня будет немножко меняться как обычно у нас схемы когда нам пишут показывать схемы чтобы все было красиво по схеме все на бумаге смотрится идеально но как только мы начинаем вязать у нас ничего не совпадает если нам повезло с плотностью вязания может быть и совпадает с тем что написано было столько всего проговорила надеюсь вы меня поняли значит дальше 17 ряд 16 столбиков 16 столбиков теперь делаем опять же 2 прибавки подряд и два столбика провязываем до конца в конце ряда значит в семнадцатом ряду у нас 22 столбика это мне говорила количество столбиков но у меня там схемка будет написано вы можете сориентироваться на нее значит дальше 18 ряд 6 столбиков теперь я вижу две убавки подряд опять же они должны прийтись на серединку то есть когда вы сложите пополам посередине у вас должно быть два столбика с этой стороны который мы сейчас про и сделаем в них убавку и два с этой стороны то есть две убавки должны у вас попасть на середину если что вы либо довязывайте либо столбики недостающие либо не довязывайте главное чтобы у нас нога получилось не касая а вот где должны быть выступы боков по бокам там и они должны быть вот мы в данный момент делаем такой вот типа колено что-то такого сзади ноги вот теперь дальше 8 столбиков 2 прибавки подряд опять же надо чтобы они у нас были посередине у нас они будут могут быть не друг на дружками четко но главное чтобы они будут нас туда-сюда как бы вилять прибавки главное чтобы у нас вот эта часть которая выпирает она у нас была посередине не где-нибудь сбоку и два столбика у меня остается довязывая до конца восемнадцатом ряду опять же также и остается два столбика мы в одном месте убавили в другом прибавить два столбика также и осталось 19 ряд вяжем 17 столбиков дальше 2 прибавки подряд и три столбика осталось довязываем я больше не буду об этом проговаривать да я не надеюсь вы поняли о чем речь если что не так непонятно напишите комментарии может быть я постараюсь вам как-то объяснить там напишу где что будет вам непонятно 19 ряд так это у нас был 19 ряд в ряду у нас 24 столбика 20 ряд 5 столбиков 2 убавки подряд убавки делаем за передней стеночки петли дальше 9 столбиков 2 прибавки подряд и 4 столбика у нас осталось довязываем до конца ряда также у нас осталось 24 столбика 21 ряд 17 столбиков 2 прибавки подряд и 5 столбиков у нас остается довязываем до конца ряда значит в двадцать первом ряду у нас 26 столбиков 22 ряд вяжем без изменений 26 столбиков 26 ряд 18 столбиков я не проговариваю что это без накида потому что мы всю игрушку вяжем столбиками без накида 2 прибавки подряд и 6 столбиков у нас остается довязываем до конца ряда в двадцать шестом ряду у нас 28 столбиков теперь 27 28 и 29 ряд вяжем без изменений 28 столбиков 30 ряд вяжем 20 столбиков дальше вяжем 2 прибавки подряд и 6 столбиков подряд и 6 столбиков у нас остается довязываем до конца ряда дальше с 31 по 37 ряд мы провяжем без изменений 7 рядов 30 столбиков которые у нас получились 30 ряду 38 ряд вяжем 8 столбиков 2 убавки подряд дальше вяжем 11 столбиков 2 убавки подряд напомню делайте убавки именно посередине переда и передней и задней части ноги убавки у вас и прибавки попадались именно посередине и 3 столбика довязываем до конца ряда 38 ряду у нас 26 столбиков теперь 39 и 40 ряд вяжем без изменений 41 ряд 7 столбиков вяжем дальше 2 убавки подряд дальше вяжем 9 столбиков 2 убавки подряд 2 убавки подряд и два столбика у нас осталось довязываем до конца значит сорок первом ряду у нас 22 столбика 42 и 43 ряд вяжем без изменений дальше 44 ряд 6 столбиков 2 убавки подряд затем 8 столбиков и 2 убавки подряд у меня они как раз попались попали на в конце ряда 45 и 46 ряд вяжем без изменений получившиеся 18 столбиков наполняя ногу не забывайте придавать вот этой части плоскую форму не делайте ее круглой и последний ряд последний ряд у нас столбики убавка повторяем 6 раз и в ряду остается 12 столбиков которые мы стянем столбики убавка также оставляйте ниточку побольше чтобы можно было пришить по кругу вот эту часть отрезаем ниточку вытягиваем берем иголочку и стягиваем отверстие проделываем то же самое что и делали с предыдущей ногой за передние полупетли протягиваем ниточку каждый столбик проделываем все то же самое стягиваем выводим ниточку я нибудь сторон очки вот не забывайте перед этим напомнить ножку столько сколько нужно фиксируем и оставляем ниточку потом в дальнейшем выведем туда и туда куда надо ножка готова значит еще хочу вам сказать такой момент если вы сели вязать игрушку то пойму по моему опыту советую вам связать ее в один день либо если вы вяжете детали к примеру надо связать там передние ножки там задние ножки до свяжите детали в один день потому что когда вы будете вязать сегодня переднюю ногу одну завтра в переднюю ногу вторую свяжите и так растяните то у вас размер может не совпадать почему с чем это связано я не знаю но на моем опыте это уже была проверена что если я сегодня связала одну ногу завтра вторую то у меня вязка получается не совпад не совпадение размеры получаются разными сегодня у меня может случиться так что я вижу туго а завтра у меня почему-то вяжется слабо вот и хочу вам показать на примере моих таких вот вязаний вот смотрите я эту заднюю ногу вязала один день эту я связала второй день то есть я одну с ногу связала вторую вам на камеру показала как это делается и смотрите какая разница отличаются они даже отличаются по форме хотя я вязала одинаково то есть тут у меня получилось плотная вязка тут слабая понимаете чё хочу сказать что у вас может такое тоже случится поэтому чтобы вы знали почему это происходит это происходит только потому что мы вяжем не за один раз вот у нас рука сегодня решила вязать плотно и вяжем детальки в сегодня вот если вы решили вязать на следующий день по половинке то желательно одинаковые детали не разделяйте вы можете голову сегодня к примеру игрушки связать а тело можете завтра да но если вы вяжете ноги то парные детали пусть будут хотя бы передние ноги свяжите в одно время на следующий день отложите и свяжите парные две детали там ушки если парные вот чтобы не было вот такой разницы это очень часто наблюдается и было замечено я вроде помню не только мной где-то я слышала что тоже так у кого-то происходило вот поэтому имейте это ввиду